Всем привет, вы смотрите канал XDelate. В прошлом выпуске нашего топа мы уже рассмотрели три из шести самых необычных полков Имперской Гвардии. Среди них были фанатичные маккабейские янычары, алчные и опальские контрактные части и даже горделивые аристократы из сцинтиллианских фузилеров. Но в бесчисленных рядах астромилитарум есть еще немало жестоких бойцов со всех концов космоса, способных по-настоящему удивить вас своими традициями и тактикой. Кто же окажется в нашем сегодняшнем топе? Давайте же узнаем! Армагеддонские охотники на орков Говорят, чтобы одержать верх над противником, нужно понять его образ мысли. И хотя бойцы Имперской Гвардии обычно не утруждаются осознанием философии врага, в рядах астромилитарум есть те, кто стал практически неотличим от своих заклятых противников. Впрочем, пока армагеддонские охотники на орков исправно истребляют ксеносов, штабное командование готово закрывать глаза на эти странности. Даже после окончания Второй Армагеддонской войны на планете все еще оставалось значительное количество орков. Миллионы спор этих мерзких ксеносов покрывали экваториальные джунгли планеты, медленно вызревая в жарком и влажном климате. Понимая всю серьезность положения, главнокомандующий Имперскими силами Никита Куров повелел провести несколько кампаний ксеноцидов. Измотанные едва кончившейся войной, десятки полков из самых разных уголков космоса начали углубляться в джунгли. В густых экваториальных лесах бойцов, привыкших сражаться в городах, ждали многочисленные засады диких орков, что уже успели вылупиться из некоторых спор. Потери имперских сил были поистине чудовищны. В той операции выжил лишь каждый десятый солдат. Но даже такие беспрецедентные меры не помогли гарантировать полное истребление этих жестоких ксеносов. Если орки однажды уже наводнили планету, от них уже не избавиться. Осознавая, что угроза навсегда нависла над Армагеддоном, Куров решился на беспрецедентный шаг. Вместо того, чтобы доукомплектовать обескровленные полки, было принято решение объединить их в один. Так и родились знаменитые армагеддонские охотники на орков. Действуя сообща, солдаты с десятка разных планет, не имевшие ничего общего, кроме всепоглощающей ненависти к зеленокожим, должны были многократно приумножить свой опыт в истреблении ксеносов. Вновь образованный полк было решено разместить в самом центре акваториальных джунглей Армагеддона, которые продолжали кишеть орками, даже несмотря на регулярные очистки. Центральная база охотников вскоре получила негласное название «Адский город» в честь невыносимой жары и жестких многочасовых тренировок. Каждый день десятки небольших патрулей и истребительных команд покидали Адский город, чтобы углубиться в дикие джунгли на многие месяцы. В своих долгих экспедициях охотники на орков адаптировались к постоянной нехватке припасов. Они научились обходиться трофеями и подножным кормом. Закаленные многочисленными вылазками против зеленокожих, эти бойцы стали экспертами в вопросах выживания, разведки и лесных засад. Имперское командование не раз пыталось передать бесценный опыт охотников, посылая на их базу другие полки для переобучения. Но, учитывая дурной нрав армагеддонцев, такие попытки редко заканчивались чем-то хорошим. Так, например, незадолго до Третьей Армагеддонской войны произошла так называемая Битва у Адского города. Крупный конфликт между охотниками и прибывшими для тренировок пиранскими драгунами. Позже он и вовсе перерос в офицерскую дуэль. Боевая доктрина охотников на орков значительно отличается от стандартной имперской. Эти бойцы привыкли действовать небольшими стрелковыми отделениями по несколько десятков человек, практически без поддержки техники. В своих вылазках охотники в первую очередь полагаются на засады и молниеносные нападения, за которыми следует столь же быстрое отступление. Учитывая то, что бой в джунглях почти всегда ведется на экстремально короткой дистанции, армагеддонцы предпочитают отказываться от тяжелого вооружения в пользу большего количества гранат и огнеметов, которые как нельзя лучше подходят для уничтожения ненавистных зеленокожих. Также в условиях густых лесов нередко солдаты оказываются вовлечены в ближний бой, поэтому визитной карточкой охотников стали скальперы. Огромные клинки, одним ударом которых можно обезглавить орка. В последние годы в боевых доктринах охотников на орков наблюдается опасная тенденция. Имперское командование регулярно получает донесения о том, что эти бойцы не только адаптировали свою манеру ведения боя к тактике зеленокожих, но также начали использовать их знаки, боевую раскраску, военные термины и традиции. По возвращении в адский город из длительных экспедиций, многие охотники приносят с собой многочисленные ужасающие трофеи. Зубы, ожерелья из ушей и высушенные головы поверженных орков. Кроме того, поговаривают даже, что эти солдаты научились использовать орочье оружие. Многие охотники во время вылазок в джунгли заменяют штатные лазганы и лазпистолеты на примитивные шуты и слаги зеленокожих. Все дело в том чудовищном гуле, которые издают эти допотопные приспособления при стрельбе. Судя по всему, орки глубоко убеждены, что только истинно громкое оружие может быть опасно, чем и пользуются армагеддонцы в своих засадах. В лучшем случае, эти жестокие бойцы свято уверены в том, что для победы над врагом необходимо понять его мысли и приспособить под них свои боевые доктрины. В худшем же случае, армагеддонские охотники на орков сами превратились в диких зверей, всецело отдающих себя битве. Тоницкий, Первый и Единственный Для многих солдат Имперской Гвардии их родной мир является живым напоминанием о том, за что они сражаются. Вера в то, что ты бьешься ради безопасности близких тебе людей, придает гвардейцам сил. Пусть даже большинству из них никогда не будет суждено вновь увидеть своих родных. Но есть в рядах астромилитарум и те, кто навсегда утратил связь с прошлым, для кого имя их родного мира несет лишь горькие воспоминания. Небольшая планета Тонит затерялась в обширном имперском фронтире среди сотен других планет миров Саббат. Вся планета покрыта массивными лесами Нелвуда, уникального хвойного дерева, которое способно перемещаться, быстро закрывая извилистые тропки. Такая природная аномалия привела к тому, что у жителей Тонита безошибочно развито чувство направления и местоположения. Планета разделена на несколько провинций, в центре каждой из которых располагается город-бастион, обладающий своей властью и ополчением. Долгое время Тонит выплачивал имперскую десятину лишь ценной древесиной Нелвуда, но к десятому году крестового похода на мир Саббат было решено призвать планету к формированию гвардейских полков. С целью поддержания крестового похода из сил местного ополчения и добровольцев было собрано три разведывательных полка общей численностью 6000 человек, также небольшим количеством артиллерии и бронетехники. Командующим Тонитскими полками был назначен комиссар-полковник Ибрам Гаунд. В ходе основания трех новых полков крупный флот Хаоса, рассеявшийся вследствие недавней победы Империума при Болхоте, смог уклониться от пикета Имперского флота и направиться к Тониту. Комиссар Гаунд принял решение оставить мир вместе с вновь сформированными полками и спасти максимальное количество боеспособных войск, вместо того, чтобы потерять их все в тщетной попытке удержать Тонит. Полки были спешно погружены на войсковые транспортники и отправлены на корабли-носители на орбите, но нападение Хаоса произошло раньше, чем того можно было ожидать. Из 6000 бойцов спаслось менее 4000 человек. Огромная часть тяжелого снаряжения, наряду со всем офицерским корпусом, была потеряна, когда Хаос осуществил полномасштабную планетарную высадку. Комиссар Гаунд же выжил, будучи одним из последних покинувших планету. Он реорганизовал тех, кто спасся в отдельный пехотный полк – Тонитский, первый и единственный. Вскоре после первой удачной кампании полка он стал неофициально именоваться «Призраки Гаунта». Такое название скрывает в себе сразу два смысла. С одной стороны, решение Гаунта покинуть Тонита, ставив его на растерзание сил Хаоса, превратило всех выживших лишь в призраков. От звуки прошлого. С другой же стороны, врожденное чувство направления сделало из таниццев превосходных разведчиков, незаметно скользящих по полю боя. В первые годы после своего основания Тонитский, первый и единственный, начал нести тяжелые потери. Почти три сотни гвардейцев погибли от дружественного огня ветрианских драгунов во время боев на Вольтеманде. После тяжелейших боев по освобождению мира кузни Фортис Бинари и обороны Улья Верунхай в численность призраков и вовсе снизилась до полутора тысяч. Не имея возможности доукомплектовать подразделения с уничтоженного родного мира, комиссар Гаунд принял решение пополнить ряды таниццев добровольцами из освобожденного Верунхайва. Позже Гаунд вместе с небольшим отрядом лучших таницких бойцов были вынуждены покинуть полк для участия в секретной спецоперации. По возвращении полковник обнаружил, что во время его отсутствия призраков объединили с 81-м Белодонским разведывательным полком, а командование принял полковник Луцен Вильдер. И лишь после героической гибели Вильдера полк вновь был переименован в Таницкий первый и единственный, а комиссар Гаунд полноценно вернулся к командованию. Боевые доктрины полка позволяют призракам действовать не только в качестве разведчиков, но и как мобильные стрелковые части. Такой подход вынуждает бойцов действовать в небольших отделениях по паре десятков человек, что требует определенной самостоятельности в принятии решений, не свойственной многим имперским полкам. Это значительно повышает роль сержанта на поле боя. Зачастую не имея возможности связаться с командованием, они вынуждены руководить отделениями, всецело полагаясь на свой авторитет и богатый боевой опыт. В соответствии с задачами полка, бойцы Таницкого первого и единственного носят неприметную форму черно-серых цветов, которую дополняют маскировочным плащом из хамелеалина, уже ставшего их визитной карточкой. Другим непременным атрибутом призраков являются прямые 30-сантиметровые клинки с посеребренным лезвием. Также каждый солдат носит небольшой значок с эмблемой полка – череп в обрамлении лавров с тремя клинками, каждый из которых обозначает один из изначальных Таницких полков. Во время разведывательных операций солдаты нередко замазывают значки и лезвия своих клинков сажей, дабы не выдать свое местоположение в ночи. Также призраки отдают предпочтение легкому стрелковому оружию. Полковые специалисты в основном используют снайперские винтовки, огнеметы и гранатометы, лишь изредка прибегая к автопушкам и тяжелым стаберам. Несмотря на гибель родного мира и тяжелейшие потери, Таницкий первый и единственный сумел одержать немало побед за свою трагическую историю. И трудно недооценить тот вклад, который призраки внесли в освобождение миров Саббат. Да и кто знает, что ждет этот полк дальше. Савларские хемопсы Презираемый всеми штрафной полк, состоящий из безумных каторжан, склонных к воровству и насилию, мало кто обрадуется такому союзнику на поле боя. И тем не менее, сложно недооценить вклад, который хемопсы внесли в борьбу с орками в глубине подульев Армагеддона. Изначально Савлар был небольшим добывающим миром в сегментуме Солар, на котором в основном добывали химические материалы. Но в 39-м тысячелетии, когда мир перестал стабильно выплачивать имперскую десятину, он был превращен в колонию. С тех пор в глубоких шахтах лун Савлара миллионы преступников добывают ядовитые газы под пристальным надзором Адептус Арбитес. Из-за высокой смертности каторжан от ядовитых испарений, этот мир также нередко называют луны мертвых псов. За долгие столетия заключенные даже образовали на Савларе некое подобие сообщества со своими жестокими законами и иерархией, в котором бесконечные войны банд и насилие являются привычной рутиной. Решение же сформировать из каторжан полки имперской гвардии было принято судьей Калистером, как мера противодействия крупному вооруженному восстанию на лунах мертвых псов. Отряды таких отчаянных головорезов, готовых на все лишь бы очутиться как можно дальше от отравленных шахт Савлара, оказались на удивление эффективны. Для дополнительной мотивации хемопсов на поле боя за полком было закреплено право оставлять себе любые военные трофеи, оставшиеся от неприятеля. И разумеется, это не единственная мера для поддержания порядка среди Савларцев. С самого момента основания весь офицерский состав полка набирается исключительно из выпускников с Холлы Прогениум. Боевые доктрины Савларцев предписывают формировать в основном легкие пехотные полки с большим количеством агринов в них, которые приспособлены для городских боев. Благодаря адаптации хемопсов к жизни в отравленных шахтах, им нет равных во время схватки в узких тоннелях разрушенных подульев. Молниеносно нападая из темноты, эти отчаянные убийцы навязывают жестокий ближний бой. Своим натиском они пугают даже зеленокожих. Несмотря на это, к Савларским полкам также нередко бывают прикомандированы танки самых разных моделей и всевозможные артиллерийские установки. Более того, в Имперской гвардии даже есть сверхтяжелые танки класса Гибельный Клинок с экипажем и схемопсов. Кроме того, существуют специальные кавалерийские подразделения с Салара, предназначенные для разведки токсичных пустошей. Учитывая, что Савларские полки фактически являются штрафными, их комплектование со складов Департамента Мониторум всегда происходит по остаточному принципу. Впрочем, этот факт мало заботит хемопсов, ведь все необходимое они привыкли добывать сами. За солдатами этого полка уже давно закрепилась слава беспринципных воров и мошенников. В гвардии даже есть поговорка «Оторви Савларцу голову, и он украдет себе новую». Учитывая это, а также тот факт, что хемопсы имеют право на все трофеи на поле боя, в таких полках каждый солдат снаряжен как ему вздумается. Так, многие Савларские ветераны щеголяют ворованным силовым оружием, а под разорванной хламидой рядового вполне можно обнаружить панцирные доспехи мастерской работы. Поговаривают даже, что среди их снаряжения можно найти настоящий археотек. Кроме того, отсутствие нормального снабжения нередко вынуждает хемопсов прибегать к кустарному ремонту своего снаряжения, который порой носит признаки техно-ереси. При всем разнообразии Савларской экипировки все же неизменным атрибутом являются противогазы. Эти некогда простые респираторы подвергаются многократным улучшениям полковыми умельцами, основное из которых возможность вдыхать нитрохимические стимуляторы. Но сколь бы умелыми бойцами ни были хемопсы, их полки всегда будет преследовать клеймо ненадежных воров, жестоких убийц и подлых трусов. И даже несмотря на их весомый вклад в победе над зеленокожими в Третьей Армагеддонской войне, другие имперские командиры всегда будут смотреть на Савларцев с презрением. Ведь все прекрасно понимают, что всякий пес рано или поздно порвет свои окувы. Ну что ж, на этом и подходит к концу наш топ самых необычных полков Астромилитарум. Одни из них безжалостные убийцы, немногим лучше их противников. Другие корыстные своевольные. Третьи навечно погрязли в своей тоске по уничтоженной Родине. А что по этому поводу думаете вы, наши слушатели? Быть может кто-то из вас знает другие, не менее причудливые полки Имперской Гвардии? Да и вообще, может вы хотели бы чаще видеть подобные топы на нашем канале? За поддержку благодарим нашего патрона мистер Азура и на сегодня это все. Если тоже хотите поддержать, переходите по ссылке в описании на сайт Patreon или становитесь спонсорами прямо здесь на YouTube. Обязательно оставляйте комментарии под этим видео. Также не забывайте ставить лайк и прожимать колокольчик. До скорых встреч и дохранит вас Император!